Кто-нибудь видел этого парня? Пропал без вести прошлым Рождеством. Последний раз видели, когда он лез на скалу высотой 20 тысяч метров. К сожалению, я его не видел, но я определённо по нему скучаю. А вы? Всем привет, Дина связи. Вчера рынок значительно рухнул. На рынке паника, трейдеры и инвесторы сливают всё подряд, а мы обновляем новые минимумы. Длительное время биткоин пытался пробивать годовую поддержку в 6 тысяч долларов. Я надеялся на выход из этого треугольника вверх. К сожалению, я ошибся. Длительная консолидация, которая продолжалась с июня этого года, закончилась в ноябре сильным пробивом вниз. Зато на рынок вернулась волатильность и ликвидность, которых так не хватало. Даже позитивные моменты в этом падении есть. Что делать сейчас? Конечно же, ждать точек для входа. Когда случился пробив годовой поддержки, напор медведей удерживать стало некому. Вплоть до 5,5 тысяч долларов мы падали, где была встречена очередная слабая поддержка. В случае падения ниже 5 тысяч, возможен сценарий с 3 тысячами 500 долларов за главную криптовалюту. Эфириум снова уступил второе место в списке Риплу, потеряв 3 миллиарда долларов капитализации. На дне мы видели цену 165 долларов за монету. Пока непонятно, где именно будет находиться его дно, но я считаю, что оно будет на отметках в 150 долларов за монетку. Биткоин кэш просел больше всех, потеряв треть стоимости за сутки. Кстати, вашу криптовалюту можно продать или обменять с помощью моего мониторинга обменников Exchange Sumo. И чтобы порадовать людей такой грустной ситуацией, моя команда вводит кэшбэк. Теперь вы будете получать бонусы за пользование нашим сервисом. Следите за обновлениями по ссылке в описании. Одной из главных причин такого дампа криптовалютного рынка я считаю предстоящий форк биткоин кэша. Майнерам нужно будет выбрать какую цепочку, биткоин ABC или биткоин SW, поддержать. Цепочка, что найдет наибольшую поддержку, станет преемником биткоин кэша. Обе стороны сейчас занимаются продажами биткоинов с целью покупки майнинговых мощностей. Человек по имени Крейг Райт, который топит за биткоин SW, оказался птицей достаточно высокого полета. Он привлек большую часть майнеров биткоин кэша на сторону биткоин SW. Это привело к скидыванию биткоина на рынке крупными инвесторами, чтобы иметь деньги для будущего пампа биткоин SW. В то же время крупный майнинговый пул Bitmain, терпя убытки от таких действий и подавшихся влиянию Крейга Райта инвесторов, слили крупные суммы в биткоин кэше, что спровоцировало падение и этой монеты. И падение это было катастрофичнее всех. Минус 30% за сутки. Конечно же я говорю про максимальное падение, сейчас оно меньше. Очевидно после форка мы увидим памп биткоин SW. Забавно, что Binance в это время решила уйти на технические работы. Есть у меня пара знакомых ребят, которые из-за такого решения пострадали. Биржа, ну что же ты делаешь? Что касается покупок криптовалюты на данный момент, хорошо будет прикупиться на подтверждение разворота. Это где-то на уровнях 5900 долларов за биткоин. Цены вкусные, но лучше взять подороже и точно, чем рисковать очередным дном. Мой приоритет сейчас это короткие позиции. Рынку нужно время, чтобы отойти от шока. Подождите формирование консолидации и работайте отталкиваясь от нее. Немного позитива. Circuit Capital пришли к выводу, что принятие криптовалют идет по восходящей траектории. Даже несмотря на падение рынка. Несмотря на то, что происходит с ценами, мы видим, что принятие растет. И многие люди стремятся масштабировать криптобизнес. Мы видим новые таланты в индустрии и развитии институциональной инфраструктуры. Так говорит один из партнеров Circuit Capital. Согласно данным исследовательской компании CryptoFund Research, по количеству созданных криптовалютных хедж-фондов, 2018 год стал абсолютным лидером. И это происходит даже в условиях доминирования медвежьих настроений на рынке. SEO Binance. Бычьи ралли биткоина рано или поздно случится. Нынешние объемы торгов составляют лишь десятую часть от январских значений. Но если сравнить с 2017 или 2016 годами, то нынешние объемы просто огромны. Бизнес идет хорошо. Binance все еще выходит в плюс, так что у нас все в порядке. У кого у нас? У Binance? Ставьте лайк, если в этом видео нашли что-то полезное для себя. Подписывайтесь на канал, комментируйте, обязательно делитесь видео с друзьями. А также не забывайте о группе ВК, Телеграм, моем мониторинге обменников Exchange Sumo. Все ссылки будут в описании. А меня зовут Богатейший Ди. Обязательно богатейте. И скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»